Добрый день, компания ОМЗАП, филиал Долгопрудный. Сегодня покажем и расскажем, чем мы занимаемся. Киосит двигателя D4FD 1.6. Он уже снят, разобран, задефектован. Ждем, когда его загильзует. Дефектовка, вот она. Разобрали двигатель, приступаем к дефектовке. Первый этап у нас к дефектовке. Смотрим на состояние катализатора. И видим вот такую ужасающую картину. Да, крайние стенки уже отпадают. И уже вся пыль видна была у головки. Также видно. Если вот так вот потрясти. Давай вытащим эти. Частицы катализатора уже высыпаются обратно. Ну, в обе стороны, да. Что тут дальше у нас? Причины масложора. Залегшие кольца. Маслосъемные. Ну, в первом, втором, в четвертом по 8 соток выработка. Между поршнями. А в третьей почти 10 соток. Поэтому уже и происходит выброс картерных газов. Соответственно, и масло во впуск и уже в глушитель. Есть небольшие вот здесь такие задиры. Конечно, нет. Но в целом, вот, роботоспособность насоса еще, в принципе, номинальная, да? Задиров, ничего нет. Да, надо будет еще разобрать редукционный клапан на наличие царапин. Глянусь. В целом, ГБЦ в таком неплохом состоянии. Есть вот небольшие риски, как на самой ГБЦ. Видно, значит, тоже и на самих респондовах. Ну, потеря давления основная. Нет, здесь ее не могу. Разведем полировку и все будет отлично. Нам надо понять, почему была потеря давления, да, лампочка? Сброс при полторы тысячи оборотов. Ну, вот, как видно, что происходило. Здесь есть вот. Угу, задирчики уже пошли. Угу. Есть такое. На каждом положении. Угу. А это выход, да? Из всей этой сложившейся печальной ситуации. Новый шорт-блок. А, это не шорт-блок, это просто блок. Да? Без ГБЦ. Это как вариант, да? Да. Не окончательное решение, но... Это одно из предложений, которые можно поступить владельцу автора. Далее. Киа Спортэш. Двигатель G4NA. Здесь мы выполняли мойку радиаторов. Были сильно забиты. Уже... Мойка выполняется со съемом, да? Да, 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 да. Просто так мыть через бампер, ну, в этом смысла нет никакого. Ты просто... Грязь и все, чем он был забит, проталкиваешь это дальше. А когда снимается пакет радиаторов, он половинится, и промывка идет с двух сторон. Что обеспечивает далее уже эффективное охлаждение. А так как впереди жаркий сезон, нужно за этим следить. Киа Соренто. В принципе, она уже готова. Здесь... Бензиновый мотор. Да, бензиновый мотор. Выполняли здесь большое ТО. Меняли масло фильтра, включая фильтр топливный погружной, который находится в баке. Ну, небольшой ремонт подвески выполняли. Киа Махов также готов. Ждет, когда за ним придет его хозяин. Здесь был ремонт ходовой. Производили мойку регулятора давления топлива в ультразвуке. А пробег какой не скажешь? Пробег там, если не ошибаюсь, порядка 270 тысяч. Ну, 270 тысяч, наверное, человек приехал первый раз на техобслуживание топливной системы, да? Ну, да, да, да. До этого работал, говорит, без каких-либо нареканий. Сейчас уже немножко увеличен запуск. Опять же, почистили регулятор, и запуск стал уже, ну, как положено, короткий и быстрый. Санта-Фе. Здесь у нас будет под замену головка блока цилиндров. Автовладелец частично привозит сам запасные части. Что-то будет наше, что-то его. Находится у нас уже в ремонте, наверное, вторую неделю. Ну, опять же, ждем от него запчасти. Да, головка снята, а прессовка она не прошла, не герметична. Он, конечно, ожидал и хотел отделаться. Да, легким испугом, как говорится, поменять прокладку, и все. Но не удалось. Зеленый змей. Зеленый шершень. Шершень. Стоит уже сколько у нас? Наверное, недели три, четыре. Да, хотя нет, уже, наверное, больше месяца стоит, да. А вообще, этот автомобиль уже второй год в ремонте. Угу. Ездит по разным, по разным тех станциям. Достаточно интересная у него история. Это бензиновый 3,3. Один из первых. Да, да, да. Мы про него, может, снимем отдельно. Ну, надо для начала победить его, да. А потом расскажем всю историю, как, что и было, да. Ну, я думаю, что тут до победы, конечно. Ну, почему? Медленно, но уверенно, маленькими шажками, но мы движемся в нужном направлении. В общем, просто вкратце, автовладелец хочет, чтобы от автомобилей по динамике где-то был ранен, я не знаю, ну, Порше, наверное. Да, мы к этому, мы и стремимся. АХ-35 здесь штуки в двигателе. Да, да, там уже послушали, ждет капремонта. Да, ничего нового, двигатель отсутствует. Сейчас, как раз-таки, вот в ролике было, где мы установили масляные форсунки на инашку. Это вот с этого автомобиля мотор, да. Как соберем двигатель, затолкаем на установку. Так, противоположный ряд. Вы куда поехали? Прости. Мас мы сняли. Противоположный ряд. Киа Каренс. Автовладелец привез контрактный двигатель, мы ему установили. Проездил он порядка двух недель и обратился я к нам с тем, что закипает. А что за мотор? Д4ЕА. Да. Теперь будем снимать здесь головку. Газит газовую систему, выплевывает антифриз. С этими двигателями надо вообще около этого лежать. Да, ну, кстати, мы до этого говорили, да, что многие эти моторы не ремонтируют, не капиталят, потому что стоимость ремонта там может быть и 500 тысяч, и 600. Покупают, да, покупают все контрактные двигатели. Ну, это тот случай, когда, ну, не совсем повезло с контрактным двигателем, так как надо будет снимать головку и вложиться еще и в это. Киа Спортыш и тоже Д4ЕА. Да, здесь также был установлен контракт на двигатель в стороннем СТО, где-то год назад, со слову-то владельца. Проехал он порядка 20 тысяч километров. Ну, пришла беда, развалилась у него турбина, масло все выгнало, но он продолжал движение. Стружка в системе, двигатель уже еле запускается, клинит. Ищет еще один мотор. Опять же, БУ. Ремонтировать это, дефектовать отказался. Гранд Старакс. Снята ГБЦ. Здесь уже автовладельцу более повезло. Она прошла опрессовку. Произведем шлифовку плоскости. Заменим прокладку. И будет кататься дальше. Киа Махав. Новенький, красивый. 18-277. Как вы думаете, чего он ждет? Капремонт двигателя? А здесь прогорел поршень первого цилиндра. Прогорел поршень первого цилиндра. Это мы выяснили путем... Ну, во-первых, отключали форсунки, определили, что цилиндр не работает. Далее туда заглянули эндоскопом. Ну, а там сгорел поршень. Даже не хочется повторять. Смотрим. Опять нет двигателя. Опять нет. Опять нет, да. Бобры курваны наседают. Да, что тут говорить. Задиры капиталем. Вот она красавица. Да, ожидает диагностики. Ждет диагностику. Бензиновый двигатель, двояобразка. Чуть позже будем смотреть. И Туксон. А, ну, про него также видео было на канале Капремонт двигателя. Двигатель здесь 1,6, который турбированный. А, ну да, да, да. Будет видео еще. Да, будет продолжение, поэтому зацикливаться здесь не будем. План ремонта определен. Все, автовладелец дал добро. 1,6 турбо. Да, блок в токарке, на гильзовке. Ну, в общем, продолжение следует. Гранд Старекс, H1 точнее, H1. Здесь работы с системой кондиционирования проводятся и с электрикой. Погода позволяет даже. С электрикой тут все очень весело. Начинается от замка, окончается, выясняется, что в процессе ремонта был применен нестандартный жгут, в котором отсутствует необходимое количество проводов для управления центральным замком с правой двери. Хотя изначально был приговорен замок, ввиду, собственно говоря... Не работая его, да? Он не работал, он не выполнял функцию центрального замка, отключая. Проверив концевиков, не было возможности нового замка, не было. А когда подкинули новый замок, выяснилось, что здесь отсутствует просто некое количество проводов. Да. То есть... Соответственно... То есть, такие непредвиденные случаи, обстоятельства часто встречаются, да? Как говорится, путетока неисповедимы, и часто это вскрывается уже при разборе. Планируешь одно, а там пошло-пошло-пошло, хоп, а там нет просто проводов. Приходится углубляться и делать дополнительные вложения. А, здесь мы установили новый вентилятор кондиционера, он был заклинен. Grand Star X. Здесь мы переуплотняли выпускной коллектор, так как выбивались выхлопные газы из-под него. Здесь, если... Ну да, сейчас не будет видно, здесь прям черный нагар был. Поэтому сняли коллектор, поставили новую прокладочку, запустили, проверили, все. А был свист, свистело, из-за этого, собственно говоря, и меняли. Далее. Hyundai Tucson. Здесь у нас техническое обслуживание, меняем маслофильтра и также занимаемся тормозной системой. Происходит замена тормозных колодок, дисков по кругу. Передние диски менялись 20 тысяч назад, но, видимо, что-то попало под колодки. Есть глубокая такая борозда. Изначально планировали, хотели их проточить, но токарь посмотрел, промерил и сказал. Проточить он сможет, но толщина диска будет уже очень маленькая. Долго они не походят и снова перегреются, и будет вибрация в руль при торможении. Grand Star X. Здесь занимаемся вопросом электрооборудования. Была жалоба на то, что световая индикация в передней части автомобиля ведется неадекватно. Моргает, замыкает, что-то щелкает. По итогу нашли проблему. И проблема заключалась в следующем. Здесь вот есть точка массы. Все было окислено. Несколько проводов отгнили. Восстановили. Я думаю, проблема эта уйдет. Также Grand Star X. Здесь более объемная работа. Моем радиаторы, пакет радиаторов. Интеркулеры будем менять, так как он не герметичен. На нем, ну, у них болезнь по правой стороне, в нижнем углу. В нижнем углу течь масло. Так, что здесь еще? А, переберем один суппорт задний. Он заклинил, поршень не вдавливается. Ну и, в принципе, все. Ну, как видно, давно сюда не лазили. Многочисленные наросты масла, грязи. Так, ну, теперь, наверное, дальше пойдем. Покажем, что там. Вот, собственно говоря, и этот суппорт. Перебираем. Достали поршень. Вот в таком состоянии. А мне вот интересно, новый суппорт сколько стоит на Grand Star X? Вот такой. Ну, судя по внешнему состоянию, его проще сдать в металлолом. Просто как-то он и совсем выглядит не это. Ну, почему? Ну, снаружи он, конечно, в ужасном состоянии. Но внутри, если посмотреть... Ну, там он и видно следы окисления уже на стенках. Видно же. Ну, если вот в таком состоянии цилиндр, с этим. Ну, давай. Сам цилиндр целый, видишь? То есть у нас стенки будут целые. Самое проблемное, вот здесь под пыльником. Сейчас почистим всю эту грязь, поставим новый уплотнитель. Уплотнитель, пыльник, и все будет хорошо. Да, да, да. Новый, я думаю, он стоит по-любому там 10+. От 10 тысяч, я думаю, да. Ну, конечно. Супер. Тем более он отдельно не будет идти. Он будет идти в сборе со скобой. Ну, это блок. Блок готовится к сборке. Сюда мы врезали масляные форсунки. Далее произведем чистку и будем собирать, в принципе, мотор. StarX не так часто встречается. Механическая коробка переключения передач. Обратился. Плакой выжим, стуки. По результатам диагностики была выявлена неисправность маховика двухмассового. У него... Сейчас. Осевой люк, да? Да. Видно, нет? Вот, да, да. Вот. Большой осевой люк. И внутренняя втулка там также износилась. Ну, сейчас сложно это увидеть. Там под определенным углом нужно смотреть. Уже металлическая стружка была видна. Вот с него сцепление, само комплект. Диск уже немножко синий. И плюс корзина пружинки уже в край. Да, да, да. Здесь будем менять все в сборе. Маховик и комплект сцепления. Интересно. Такой маленький диаметр, да? Машина тяжелая, большая. Диск сцепление. Да. Ну, со слов владельца автомобиля проехал он порядка 200 тысяч на этом сцеплении. Поэтому, в принципе, неплохой результат можно эксплуатировать. Здесь, здесь, здесь. Здесь. Опять же, Grand Star X. Здесь мы меняли головку блока цилиндров. Уже все собрали. Уже проверили, запустили. Мотор запустился. Все хорошо. Заряжаем аккумулятор. Собираем до конца систему охлаждения. Запускаем. Прогреваем хорошенько. И будем отдавать. На данном Grand Star X выполняли капремонт двигателя. Двигатель уже установили. Двигатель установили на опоры. Ну, еще до конца с ним не закончили. Осталось подключить топливную аппаратуру, электрику. Помоем радиаторы. Установим. Также запустим, проверим. И будем выдавать. Гарантию на ремонт двигателя полгода, либо 30 тысяч пробега. С учетом ангенальной зачистки. Да, да, да. Соренто БЛ переуплотняем верхнюю крышку ГРМ. Внутреннюю. Переднюю. Верхнюю, внутреннюю. Да. Меняем втулки стойки стабилизатора, задние колодки стояночного тормоза. А на этом все. До новых встреч. Приезжайте на обслуживание и ремонт. До свидания. Продолжение следует.